Всех приветствую, выложил ночью, хотел узнать ваше мнение, что, по вашему мнению, собственно говоря, большую роль играет прикормка или время и место. Вот несколько человек оставили свои комментарии, и, ну, как бы те, кто оставил, в большинстве случаев, в принципе, понимают, да, ну, скажем так, с небольшими нюансами. То есть кто-то пишет, что важно все, и реализация, и фиктация. Так вот, все это замечательно, все это замечательно, но, вот, на мой взгляд, на мой взгляд, да, основа основ, это найти рыбу, то есть найти место, где в данное время, собственно говоря, рыба не стоит, а питает. И вот, собственно говоря, да, больше для начинающих, кто еще не определился, собственно говоря, во всем этом деле, кому давит своим мнением авторитет от рыбалки, что прикормка, то все. Вот сейчас будем на пальцах, собственно говоря, разбираться, что же первично, а что вторично. Итак, нашумевший ролик, ну, вчера вечером смотрел почти миллион двести просмотров, на видеоканале Снасти и Здрасте, что будет, если закормить 100 килограмм прикормки, и, собственно говоря, как наварить крупного леща. Так вот, давайте сейчас включу нарезочки, что я нарезал с этого ролика, а потом, собственно говоря, на пальцах будем разбираться, что и как проходила рыбалка, и что, собственно говоря, первично, а что вторично. Давайте смотреть. Получилось у нас из десяти килограммов 30 литров, то есть 10 ведер из 100 килограммов у нас получилось 300 литров, которые мы сейчас будем делать стартовый закорм. Погнали! А дядя Вова за это время поймал сколько штук? 15-20. 15-20 плотвичек с средним весом 150-200 граммов, то есть, ну, 3-4 килограмма он плотвой чисто поймал. Но, как я понимаю, ты не кормишь, и кроме плотвы ничего нет, даже подлечиков нет? Есть. Есть подлечики? Да. Но лещей нету? Нет, два подлечика. Короче, надо кормить лещей. На колышках у нас получилась дистанция 28 метров, в общем-то, ее и будем кормить. 100 килограммов мы закормили за 4 часа, ну, плюс там что-то перекусили, попили, выходили. И, в общем-то, сейчас мы переоснастили другие удочки, взяли Fider Concept Tournament 70-ки, полегче кормушечки, поменьше, привязали поводки и готовы, в общем-то, сейчас попробовать половить. Нам кажется, что рыбы должно быть много на фоне. В насадке использовали мотыля и опарыша, также добавляя небольшими порциями в живом и врезанном виде их же в кормушку. А, ребят, которые здесь чаще всего ловят ночью, говорят, что клевать активно начинает лещ, где-то в районе с 11 заканчивает 4. У нас картина совершенно другая. Мы с 11 до 4, наверное, поймали одного или двух лещей, то это был дядя Вова. Я там несколько платвичек поймал, и, в общем-то, и все. Первый лещик прошел час. Поклевки очень деликатные. Долго приноравливалось. У меня пока редко-редко раз в час клюет платва. Больше ничего нет. При этом 100 килограммов корма лежало уже на точке 28 метров закормленной. И там особой какой-то активности рыбы не было. Дядя Вова ушел немножко подальше попробовать, посмотреть, потому что один из местных ребят пришел, на 35 метров встал, и, в общем-то, поймал леща, видел несколько поклевок еще хороших. По-моему, сход у него был. И дядя Вова решил на этой дистанции половить, и у него что-то там начало получаться. Чуть более активный клев начался уже в районе, там, 5 часов утра. Где-то без 26, когда я уже начал засыпать, просто смотря на кьюер-тип, у меня произошла офигительная поклевка. И я поймал рекордного своего леща на данный момент, который вытянул на 3 килограмма 350 граммов. Ну и вот по сегодняшнее время я периодически меняю точку, то на 28, то на 35 у дяди Вови ухожу, но на 28, где мы закормили, сейчас однозначно рыбы намного больше. Вопрос в том, что она мелче немножко, чем у дяди Вова. У него редко, но там 2-1,5 килограмма леща. У меня очень много плотвы, прямо бывает, что она не дает вообще даже оснастке опуститься. А под лещики там до килограмма, до полутора иногда проваливаются. Но рыбы больше, но она мелче. Не знаю, что такое, но у нас 3 поклевки, 3 очень крупные рыбы, которые просто на месте стоят, вот так вот по сантиметрику всплывают и сходят с крючка. Я не знаю, с чем связано. Сейчас попробуем крючки побольше поставить. Но очень обидно, 2 таких схода. На эти 100 килограммов пришла реально очень крупная рыба. Очень крупная рыба. Это рекорд сегодняшней рыбалки. Размером в две руки вот такая вот плотвища. Она просто там кишит, там кормушка падает, уже даже в слое плотва клюет. Там походу идет жесткая борьба за пищеблок. То есть вот сейчас, если подводить такой промежуточный итог, то у нас точка кормленная вчера вот 100 килограммами корма раскочегарилась только сегодня в 11 часов дня. Рыба как встала, так и не уходит переменным успехом. Там всегда стоит лещ, либо с краю, либо в самой точке кормленной. Как только в точке сливаешь леща, там обрыв или было несколько обрывов, сходов, туда сразу приходит колоссальное количество крупной плотвы. Плотву ловишь, 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 даешь живой компонент немножко, там подсыпаешь чего-то. Опять наступает пауза, приходят опять лещи. Причем он час подряд поймал 3 леща. 2 за 2 килограмма и 1 почти 2 килограмма. То есть очень крупная стая пришла, очень крупного леща. Так что надо сейчас пока успеть, пока он еще там... Хотя там 100 килограммов быстро он не съест. Главное не сливать и спокойно его планомерно вылавливать с этой точки. У нас была большая пауза. Ну как большая, минут 20 не было поклевок. Я поймал плотву, дядя Вова сейчас поймал леща, а у меня что-то такое неподъемное сидит. Ничего не могу сделать, пока он сам ко мне не захочет пойти, я просто не могу ничего с ним сделать. Ну что, у нас уже прошло минут, наверное, 10. Нет, 10 прошло. 10, да, прошло уже? Минут 7 прошло. По ощущениям прошло минут 15, а то и 20, наверное. Опература говорит, прошло всего 4 минуты. Или 5. Ну он ничего не дает сделать. Пару фоточек и все, и пойдешь домой. Ну, в садок сначала, потом домой. Все, не говори под руку. Главное, чтобы там поводок ничего не сдюжил. Он своим плавником верхним не задел за леску. Там сам это как бы... Или задним. Где у него шипы-то там эти? Все, отвалился. Вот так вот мы отловились по плотве. Это был у нас второй садок, куда мы откладывали плотву и мелкого подлещика. Ну, тут один какой-то затесался. В целом, мне кажется, у меня покрупнее чуть плотва. Сейчас попробуем поднять садки, посмотреть то, что мы поймали. Особенно интересно, что у дяди Вова, я думаю, ему нужна будет моя помощь. Давай посмотрим. Мне кажется, предварительно там килограммов 50-60. Если садок порвется, ничего страшного. Ну вот, в общем-то, целый нижний отсек. Я думаю, что тут очень много. Давай, раскидывай. Ужас. Давай попробую я теперь еще. За какое место брать? Вот так мы отловились по лещам. У дяди Вовы с явным преимуществом. Наверное, раза в два, а то и больше. Лещей больше по количеству. Но у меня есть несколько особей, которые по размеру превосходят дядя Вовин. И самый крупный у меня, и мой рекордный. Я поставил рекорд 3 килограмма 350 граммов. Дядя Вов, как считаешь вообще по лещам? Лещи радуют, мне кажется, братьевские. Рыбалка была очень интересная, очень сложная. Долго подбирали ключик, но вроде справились. Да и кучу было обрывов, сходов. Еще столько же, наверное, оставили там же. У нас закончился эксперимент. И вот я пытаюсь понять, дядя Вов, повлияло все-таки количество, большое количество прикормки на клев, активность, размер рыбы. Я думаю, что да. Короче, ждите в следующих выпусках кормления тонной прикормки. Итак, как видели, замешал Коля Алексеев 100 килограмм прикормки. И как бы, да, не надо думать, что ролик носит такую направленность, что типа там парня ловить не умеет, что там и дурак поймает. Нет, дело не в этом. Коля Алексеев, да, ну вот попал парень в свою тему. Смотреть его интересно. То есть как бы я отписался от этого канала и объясню почему. Ну как бы, ну не шибко мне интересна эта развлекуха. Первые выпуски смотрел с удовольствием. Ну и сейчас посматриваю то, что вот лично мне интересно. И вот Коля, да, как ведущий, вот он мне нравится, да, то есть вот парень на свою месть. Но он ни в коем случае не шоумен. Уже говорил, что как-то он спортсмен, во всем случае бывший. Пусть в топ и не выбился. Ну вот давайте ради интереса приведу кусочек, где он выступал на первенстве в Долгоградской области. Посмотрите, как человек ловит, а потом кое-что объясню. Сосед в этот момент вижу, что тащит леща. За килограмм точно. Я понимаю, что это все, короче. Мне, чтобы его догнать, мне нужно часа два ловить рыбу в темпе. Оставшая часть тура прошла примерно ровно. Сосед у меня ловил подлещиков, причем такие 150-200-300. Я ловил с переменным успехом уклейку, платвичку. Иногда подлещики заходили на точку, но очень редко. Иногда темп очень сильно возрастал. Иногда просто приходилось там 5-7 минут сидеть без рыбы. Либо реализацию не мог настроить, либо кто-то приходил на точку, и точка умирала. Но в целом весь тур я достаточно стабильно ловил. Смотрел на соседей, слева точно грустили, справа сосед, который ловил подлещиков. В ловле мелочи мне сильно уступало. Я ловил примерно где-то 5 к 1, то есть 5 рыбин я ловлю одну маленькую лонз. В 5 минут я ловил 100 граммов, он ловил 20 граммов. И я понимал, что я его начинаю догонять. Так вот, в принципе, если отбросить какие-то нюансы, то крупную рыбу ловить легко. Ну, либо нашел место, где рыба стоит, либо закормил, сидишь, ждешь. Да, там свои нюансы, умение вываживать крупную рыбу, это все хорошо. Но, повторюсь, если рыбы там не будет, то ничего вам это не поможет. Так вот, чем хороша ловля мелкой рыбы для, на мой взгляд, любого фидермена, да, во всяком случае, для начинающих. То есть, вот эта вот ловля мелкой рыбы в темпе, да, она оттачивает именно вот ваше мастерство в плане вот этих всех манипуляций. Чтобы ничего не путалось, чтобы все это быстро происходило. Вытащил, бросил в садок, тут же поменял наживку, там и прочее, прочее, прочее. Вот. В принципе, да, уклейку активную, когда она в количестве, ловить несложно. Надо знать некоторые нюансы, но остальное, собственно говоря, это темп, 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 темп. Насколько вас хватит и насколько хватит вашего интереса. Вот, повторюсь, в плане вот этих всех откачивания своего вот этого вот мастерства, именно вот в этом плане, да, это шикарная штука. И, как бы, у кого есть такая возможность из начинающих, вот предлагаю ловить мелкую рыбу где-то на ближничке и поймете, собственно говоря, о чем речь. И, поверьте, придете к пониманию платформы, обвеса и всего прочего. Второй парень врать не буду, я его не знаю, но тоже в пидре далеко не новичок, собственно говоря, что и было видно. Так вот, самое главное, да, закидали они, собственно говоря, на дистанцию 28 метров всю свою прикорку. Особо не целились, то есть там, понятно, да, ни о каком там точном кормлении речи не идет. Если вначале еще как-то пытались, то потом уже то с этой стороны, то с этой, там, лишь бы нашвырялись. Это к вопросу о том, что, там, в отсутствии конкуренции, да, точность кормления важна и прочее. Ну, как бы, да, кто внимательно слушал, люди приехали не от балды, информацию знали. Более того, хочу сказать, что знали точнейшую информацию, точнейшую, по месту вплоть до нескольких метров. Ничего плохого в этом нет, и я был в Бракееве в прошлом году четыре раза, и один раз именно в этом месте. Чего не скрывал, о чем честно рассказывал, что в первом случае пробил. И сидели спортсмены, несколькими днями ранее неплохо наловили. Приехал, дистанцию примерно узнал, и, собственно говоря, дело пошло. Тоже самое вот на цепях вот рассказывал, да, приехал к спортсмену, знакомый, я говорю, Леша, расскажите. И весь расклад он мне дал, да, вот эта вот будка Баскин-Робинс, которую там видно. Две лавки, и между лавками садишься, дистанция 16-32. Там же летом Колганов неплохо леща наловил, в том же точном месте сидел Дунаев на, по-моему, Кубке Москвы. Тоже у него днем были лещи. Ну, что касаемо меня, я ловил на 16 метрах, собирался уйти на дальняк, но наладил, сделал на ближники, и так и на дальняк я не попал. Ну, ушел бы на 32, если бы лещ там в это время в то место пришел бы, то были бы и лещи, уж там не знаю в каком количестве и прочее, но лещи были бы, я в этом не сомневаюсь. Вот, закидали на 28-й. Интересный момент. Пока Коля замешивал прикормку, его напарник, ну, я его не знаю, но, судя по ролику, Володя, да, начал ловить плотву. И Коля подошел, сколько-то и поймал, штук 15-20 поймал, кормил, нет, не кормил, плюс там, по-моему, подлещик. То есть, вот, смотрите, да, человек пришел, сел, корма не дает, а рыба клюет. Вот, о чем это говорит, что, в принципе, да, даже без прикормки, в том месте, где рыба питается, можно, собственно говоря, эту рыбу ловить. Да, с моей точки зрения, даже небольшое количество прикормки, это лучше, то есть, вы как бы показываете место, где ваш крючок с наживкой насадкой. Но, в принципе, можно, как вы видите, и без прикормки. Далее, Коля сказал, что люди, которые ловят там постоянно, говорят, что с 11, выбрать не будут, то ли с 11 до 4 утра, то ли с 1 до 4 утра. Вы это прекрасно слышите. То есть, ну, опять же, да, информация была точная, включая нюансы. В результате у них до 6 утра, у Коли там, по-моему, один лещ и немного платвы. У напарника, напарник уходит на 35, то есть, поняли, да, у меня была точная информация, 32, тут 28 и 35. В принципе, недолго. Это не значит, что, например, всегда вы рыбу оттянете своей прикормкой на 3-4 метра от ее, там, тропы по ловке. Сам попадал, когда стоит платва, собственно говоря, на бровке, и хрен ты ее чем оттуда оттащишь. Даже на те же самые 3-4 метра. То есть, и летом по ночам в том месте лещ клевал, и информация была у них, возможно, свежая, тоже ночью клевал. Либо информация была не очень свежая, тут ничего не могу сказать. То есть, ночью в этом месте леща не было. И потом, по-моему, там, после 11 часов, что ли, пошла движуха, пошла движуха, то есть, к чему я, да. 100 килограмм прикормки, 100 килограмм прикормки, а рыбы нет. То есть, в это время, в это время данные. Потому что октябрь, да, возможно, из-за этого вода остыла, может быть, по каким-то своим причинам, да. 100 килл лежит, а рыбы, по большому счету, нет. Потом пошел клев, пошел клев. Клевало, как и там, где 100 килограмм прикормки, ну, плюс еще животина немножко добавлю. И в то же время на 35, где прикормки было, в общем-то, по всем канонам, да, что крупную рыбу надо кормить, обильно и прочее. Ну, как бы там особо вроде корма не было, но мало того, что разницы в клеве не то что практически не было. А на 35-ти-то как раз этот Володя наловил, собственно говоря, лещей больше. Да, у Коли там и сходы какие-то были, еще что-то, но факт остается фактом. По какой причине гадать не будем, по какой причине гадать не будем, да, но факт остается фактом. Вот вам 100 килограмм, а на 7 метрах дальше прикормки гораздо меньше, и тем не менее лещей наловил больше и лещ-то покрупнее. Что касаемо платвы, в принципе, там, ну, сколько, я не знаю, там, 16-18 часов, 20 ловили, не могу сказать, да. Но даже по моим ловым, если судить, то платвы-то наловили, они не очень много. Ну, как бы, да, когда лещ подошел, лещ подошел, да, вот, сход, то есть, видно, ну, там, лещ, сазан, да, крупная рыба отходит. В это время на эту прикормку, собственно говоря, налетает платва. Да, но, повторюсь, ночью, ночью не было толком ни леща, ни платвы, хотя прикормка была, и прикормка была гораздо больше. Вот вам, собственно говоря, разбор полетов, разбор полетов, да, что главнее, место и время, или прикормку. И давайте еще пару роликов посмотрим на эту же тему, чтобы не было иллюзий, что это единичный какой-то случай. Москва-река Нижняя, январь месяц, что 20-е числа. Приезжают Юра Севцов и Калганов. Давайте посмотрим, с чего, собственно говоря, все начиналось. Здравствуйте! Опять мы с Виталиком на нашей любимой речке, это Москва-река. Сегодня мы ловим в не очень нам известном месте. Здесь достаточно сильное течение. Поэтому мы выбрали две разные тактики в ловле. Сейчас Виталик расскажет свою, ну и я, конечно же, свою. Сегодня я решил ловить нестандартно. Существуют мифы, что зимой, как правило, нужна черная прикормка, слабо ароматизированная, ну и все в этом духе. Поэтому сегодня я постараюсь доказать, что не всегда и не везде это правильно. Поэтому я буду использовать желтую прикормку, сильно ароматизированную. И во время рыбалки, скорее всего, буду подливать еще в больших количествах концентрат. Ну, я в свою очередь замешаю достаточно легкую прикормку, такую среднепылящую, темного цвета, с небольшим количеством ароматизатора. И не буду добавлять во время ловли ничего, кроме живого компонента. Это небольшого количества мелкого мотыля, ну и, конечно же, опарыша. У меня сегодня будет, так скажем, летняя прикормка. Один пакет у меня будет сладкий лещ в компании Дунаев. Желтая, как вы можете видеть. И второй пакет прикормки, это классический премиум лещ, тоже от компании Дунаев. Основной аромат, у меня будет целая бутылка бисквита, что также очень-очень хорошо работает, как зимой, так и летом, по любому виду рыбы. Вот. А подливать я буду, так скажем, такой читерский запах, как белая рыба. Вот. У меня есть вот концентратик, вот его я буду подливать во время ловли. Ну, вот она первая, первая рыбка, ребята. Опа, смотрите. На улице ливень. За 20 января, уже скоро конец января на этой неделе. У нас тут ливни, лещи клюют. А все благодаря чему? Правильно, желтой прикормки, интенсивной ароматики. Как видите, у одного темная прикормка, у другого белая прикормка. Начали ловить. Давайте посмотрим, что было, собственно говоря, у Юры в процессе этой, собственно говоря, рыбы. Ну, желтая прикормка, как ни удивительно, работает сегодня получше, получше, чем черная. Клюнуло, наконец-то. На новом месте, точнее, не наконец-то, а уже вторая. Первая маленькая платвичка клюнула почти сразу. А здесь ёршик. Ага, как говорится, где ёрш, там и лещ. Поэтому, я думаю, это первый признак, что это место гораздо перспективнее, чем прошлое. Здесь нет ни зацепов, ни камней. Я бы сказал, просто идеальное место, даже с небольшой обраткой. Мне оно однозначно больше нравится, чем прошлое. И поглубже здесь, одним словом, место гораздо перспективнее. Такого у нас ещё никогда не было в наших передачах. Я взял и поменял место во время ловли. Мне очень не понравилось прежнее место. Там было и сильное течение, и на дне много камней, цеплялось. Ну, в двух словах, я не мог реализовать поклёвку, и не мог добиться, ну, скажем так, частых поклёвок, потому что, видимо, насадка проваливалась куда-то там в камушке, забивалась и очень-очень редко клевало. И я взял и перенел все свои снасти на 40, где-то 40, наверное, 50 метров вверх по течению. Ёршик опять, видимо. Но вот это место явно для леща более перспективное. Здесь, если клюют ерши, как правило, где живёт ёрш, там живёт и лещ. Поэтому просто ёршики, они здесь уже живут, а подлещики ещё где-то рядышком там плавают. Но, скорее всего, сейчас приплывут и начнут клевать. Хотя пока складывается так, что у Виталика однозначно клёв намного раз лучше, чем у меня. Я думаю, это не только связано с местом, но и, наверное, его состав пока, по моему мнению, сегодня, наверное, предпочтительней. Хотя, может, и место играет роль. Как видите, у него не клевало. Где-то, возможно, там, я не знаю, говорил он в этом отрезке или потом, что, возможно, белая прикормка, светлая лучше сработала, а чёрная не сработала. Но всё время вот как бы, да, заикается, что место, место, место. То есть, возможно, дело вместе. Давайте посмотрим, что в результате наловил один и второй. Ну вот, мой небогатый улов за сегодня. Но могу сказать, что реально и прикормка, к сожалению, не сработала. И место было не самое перспективное. Хотя я даже после трёх часов ловли набрался в себе сил и поменял место. По моему мнению, конечно, оно было интереснее. Но почему-то в этом месте жили только ерши. Ну и, конечно, одна платва. Да, было немножко непонятное такое явление в той яме, где я потом туда переместился. Там почему-то были поклёвки. А когда я подсекал, два раза вытащил чешуинки небольшие. Не такого, ну, подлещика где-то грамм, мне кажется, там 150-200. Я думаю, что рыба там стояла, но почему-то опускаться на дно и есть. Мою насадку она не хотела. Я думаю, что ей не очень нравилась прикормка. Тёмная, малозаметная, не сильно ароматизированная. Поэтому, я думаю, улов мой вот как есть. Не такой богатый, конечно, как у Виталия. Ну что, у меня, в принципе, прикормка сработала немножко получше. Ну, конечно, с местом повезло. Не было зацепов таких же, хотя я также ловил на камнях, как и Юрий. Крючок не цеплялся. И, соответственно, благодаря, наверное, даже этому, вот такой вот улов. Чуть больше 10 особей. Там тоже 11-12, если через подлещику считать. Ну, и 5 плотвиц. Рыбка сегодня капризная, но, правда, и погода такая не особо. В общем, для конца января, я думаю, что это хороший улов. И самое главное полученное знание для нас, Юрия, на данной рыбалке. Нет, я был почти уверен, что вонючая прикормка и яркая наверняка сработает. Потому что по Москварике во многих местах многие ловят, не красивая ничего. Ловя прикормкой такая, как она есть в пакете. Просто высыпая, добавляя ароматизатора. Ну, и вот результат. Поэтому, я думаю, в следующий раз, если я поеду, я сделаю прикормку однозначно вонючую. Как видите, колганов наловил гораздо больше у Юры. На первом месте там какие-то зацепы, еще что-то на втором одни ерши и тех мало-мало. И опять же, да, как бы грешат, что вроде как светлая прикормка, вонючая, все. Хотя у Юры там и животных компонент он добавлял, я думаю, в приличном количестве. Ну, вот, ни животина, ни прикормка, ничего, как говорится, не помогла наловить рыбу. Теперь давайте посмотрим, колганов приехал примерно месяц спустя на то же самое место. Посмотрим состав прикормки. Вот, и так, что я сегодня буду использовать? Я сегодня буду использовать премиум млечь сладкий. То бишь, брем-свит, как вы можете видеть по паточке. Ну, а одну пачечку. Вот, и второй пакет будет классический премиум млечь. Итак, что я сегодня буду использовать из концентратов? Сегодня я буду использовать, вот, у меня есть пол пузырька обычного леща дунаевского. И целый пузырек шоколада. На первоначальном замешивании я сейчас вот от этого пол пузырька половину волью сюда. Ну, то есть, если пузырек 70 миллиграмм, было половина где-то 35, то вот где-то миллиграмм 15-20, вот, я влил сразу сюда. Вот, и шоколад я волью прям половину. Как видите, только ароматика концентрированная отличается, а в принципе состав рекордов ничем не отличается. И светлый, и дунаев, вплоть до того, что даже состав этих пакет абсолютно одинаковый. Ну, и давайте посмотрим, собственно говоря, его улов. Друзья, вот закончился мой очередной выезд. Рыбки, конечно, сегодня было немного, но это и не важно. В принципе, прекрасная весенняя погода, хоть и напомню, февраль на дворе стоит. Вот, ну, скорее всего, в принципе, либо еще рановато ей выходить. Потому что, ну, хотя непонятно, как она здесь вообще ведет. Не знаю, видно, может, по берегу или нет. Кстати, говорил сейчас с местными. Оказывается, вчера вода была вот здесь. То есть, за ночь сбросили, получается, наверное, с полметра воды. С полметра воды за ночь сбросили. Вот. Ну, и, соответственно, и течка встала. Все это вкупе похоже очень сильно отразилось на клеве рыбы. Но это не беда, я считаю, потому что, в принципе... Свою рыбу-то я поймал. Опа! Да, немного. Но... Разве за количеством рыбы мы ездим? Ну, по крайней мере, я точно за удовольствием. Опа! Ну, в общем, вот такие вот парочку красавцев сегодня соблазнились. Сотиры, боже, как летние, прям активные. Смотрите. Ну, и пород. Белоглазок. Вот они. Чуть поменьше, чуть покрупнее. Ну, и... Акуней мы тоже выпустим. Ну, как бы сидел... Давайте сравним. Практически в том же месте. Может быть, несколько метров в стол. Ни у кого сомнений нет, да, что место практически то же самое. А результаты, собственно говоря, диаметрально противоположны, можно сказать. Хотя состав прикормки особо там... Так вот, ребят, кому-то еще надо какими-то примерами доказывать, да, что прикормка – это дело пятое, по большому счету. Если вы уже совсем не начудили с этой самой прикормкой составом, с ароматикой, впрочем, если особенно это касается там, ну, либо стойка, если у вас вымываться не будет на точке, вы там липкую прикормку взяли и переувлажнили там и сильно сжимаете, она вот где-то на полгородки, и то есть равно часть прикормки будет, собственно говоря, вымываться на точке. Либо на сильной течке вы, наоборот, не удовлажнили, взяли прикормку нелипкую, слабо зажимаете, и у вас, собственно говоря, на точке ничего и нет. Это, кстати, более частый вариант. Я вот единственный раз в жизни, когда я ловил на сильной течке на верхней Москве реке. Судя по всему, так у меня, собственно говоря, и получилось. Это было несколько лет назад, когда я там по существу мало чего понимал в фидере, и вот в эту ситуацию и попал. В результате у меня там в нескольких метрах правее, возможно, жировала какая-нибудь уклейка с прощей мелочью, а я за, не знаю, часа за два, за три не уйдем ни одного покрыта. Так вот, ребята, подытожим, да, повторюсь, все эти нюансы там, все эти нюансы, включая прикормку, все это важно делать. Но основа основ, основа основ, это место и время. То есть, ну, как бы, да, наш брат любитель, человек ленивый, если, скажем, там, в знакомом для вас месте, там, вы знаете, что в этом месте конкретном, да, в конкретной точке рыба, там, приходит рано или поздно, то, в принципе, есть шанец, да, закормиться и неспешно сидеть, поджидать, когда рыба придет. Придет она или не придет, абсолютно не факт. Вот на той же, там, верхней Москве реке в прошлом году, да, в одном и том же месте было три или четыре рыбалки, и, во-первых, с каждым разом все по улову хуже и хуже, во-вторых, рыбалки каждый раз разные, но, опять же, да, вот из-за лености, еще за чего-то там, возможно, да, ну, как бы, рядом кореш мелкий, да, что-то там гоношится и места меняет, я вижу, что ничего не происходит, но на самом деле позиция неправильная, как бы, ну, там, как бы, не столько была рыбалка, сколько отдых, но тем не менее, да, то есть, сидеть даже, смотреть, что делает твой гоношистый товарищ и ждать, пока он найдет какую-то дистанцию, где рыба держится и попробовать ловить на той же, собственно говоря, на той же дистанции, как он, да, ну, как бы, на мой взгляд, неправильно, особенно, если это касается совсем слабой течки, стоящей воды, то есть, понимаю, порой тяжело, лениво, но, собственно говоря, сам далеко не всегда это делаю, но вот надо себя заставить это делать, да, то есть, приехал, 30-40 минут прошло, рыбы нет, меняй место, понятное дело, что перед тем, как менять место, возможно, поменять там, крючки, поводки, ну, как бы, то, что порой не клюет на короткие поводки, даже летом, и клюет на длинные, проходил на своей шкуре, порой, то, что крючок, может быть, тяжелый, да, пугает рыбу, даже по теплой воде, даже в том же Братеево уже проходил эту тему, то есть, возможно, там, маленький, тоненький крючок, чтобы понять, если рыба на точке или нет, уже попадал, когда цвет влияет, ну, как бы, да, тут сложно сказать по поводу крючка, да нет, ничего не сложно, то есть, вот, бывает, что пугает рыбу, возможно, если она придет там в совсем большом количестве, это и не важно, хотя, ну, как бы, в Братеево рыбы полно, а вот, на тебе, причем поставил крючок, который в том же Братеево, но чуть в другом месте, на первой рыбалке рулил с реализацией процентов 95, а тут поставил его, поклевки прекратились, то есть, ну, опять же, это нюансы, да, но, если вы закормились, танцы с бубнами, причем, ну, как бы, скорее всего, надо начинать все-таки, на мой взгляд, длинные поводки и маленькие, тоненькие крючки, соответственно, там, может быть, насадочка деликатная, чтобы понять, пришла ли хоть какая-то рыба на точку, если ничего это не помогает, никаких обсосов, никаких там признаков жизни, ну, что, либо ждать, либо менять не место, а точку, да, и пробовать найти рыбу, как бы, вот, весь мой опыт, несколько лет, собственно говоря, в том самом фидере, не только фидерами, в поплавке, да, а в этом году будет 10 лет, как я подшел на рыбалку, вот, как бы, все мои мысли вам высказал, что я по этому поводу думаю, вот, как бы, предлагаю, может быть, задуматься над этими словами, повторяюсь, все одно, ваш личный опыт, это самое основное, но, опять же, да, лучше этот опыт получать, как-то, имея какое-то направление, да, и там уже от вас зависит, там, как вы будете гоношиться, с какой интенсивностью вы все эти будете менять, как вы будете чаще менять точку, а возможно, что порой радикальное место, и прочее, это все понятно, но вот, хотя бы, какой-то там вектор, вектор, да, вот этого дела, я, собственно говоря, и пытаюсь вам показать, да, вот, по моему опыту. Ну, вот, наверное, все на сегодня, надеюсь, что кому-то, в очередной раз, ролик был интересен и полезен, а у меня на сегодня все, всем пока. А че это вы здесь делаете? А? Кину-то уже кончилось? Субтитры сделал DimaTorzok